Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова Лилия Гарапаха, художник-дизайнер по канзаши. И в этом видео мастер-класса я вам покажу, как сделать основу для свадебного букета, на которую мы впоследствии будем крепить наши цветы. Итак, что нам для этого понадобится? Нам, конечно же, нужен будет клей ПВА, водичка-блюдце, белые салфеточки, вот такие вот шарики, которые мы будем с вами надувать, газета, спица, клеевой пистолетик, клей ПВА и вот такие вот остатки от туалетной бумаги для ручки. Итак, приступим к работе. С самого начала мы наливаем водичку, разводим, клеем ПВА, как обычно делая по пье-маше, надуваете шарик, он у меня уже надутый, и разводим пальчиком наш клей с водичкой и окунаем, как обычно, наши салфеточки в водичку с клеем и начинаем облепливать наш шарик. Кусочки могут быть побольше, не очень маленькие, так как салфеточка у нас промачивается очень хорошо, водичкой сразу вбирает в себя влагу, и вы можете обклеивать свободно им наш шарик. вот такой вот процесс изделия ПАПЬЕ МАШЕ, для того, чтобы сделать основу для нашего свадебного букета. вот так мы заделываем хорошо, потому что, чтобы не до тех пор, пока не будет просвечиваться наш розовый шарик. и так до конца. Вы заклеиваете все хорошенечко, так как у меня уже была вот эта вот салфеточка хорошо промочена. если у вас закончилась салфеточка, вы берете и разрываете еще, и наклеиваете хорошенечко, разрываете вот так вот, и продолжаете обклеивать шарик. хорошо промачивая эти шарики, я уже уберу, я вам рассказала, они не нужны. и хорошенечко вот тут, вот у основания тоже заклеиваете, если вы заклеили слишком много, ничего страшного, потому что потом вы все равно ножничками будете все обрезать, подрезать такую дырочку, какая вам нужна будет. вот закончилась у меня водичка с клеем. мы опять хорошенечко, плохо подначилась, вот так вот берем и проклеиваем хорошо все, чтобы у нас все хорошенечко подклеилось. вот так вот заклеиваем, так как у нас папье-маше, оно все равно должно просохнуть, как бы там ни было. вот так хорошо промачиваем, чтобы у нас везде все хорошо промокло, особенно салфеточка. вот так вот мы промочим, еще заклеим вот здесь, ну, как видите, в некоторых местах все равно просвечивается, просвечивается розовый цвет. нужно так все заклеить вокруг, чтобы розового не было видно. так, я еще немножечко оторву салфеточки. вот тут вот вы заклеиваете очень хорошо до, вот так вот, видите? и, конечно же, вы заклеиваете вот тут вот, чтобы у вас не просвечивалась эта часть. вот, если много водички, вы можете даже сухую или сухую салфеточку проклеить, и вот такая вот заготовочка у вас получается. вы, конечно же, ее вот так вот подвешиваете на дворе, или где, или в доме, но чтобы оно все у вас хорошо-хорошо просохло. и так я это откладываю в сторону, так как уже заготовочка у меня эта просушенная, как видите, вот что у нас получается. и теперь мы с вами будем делать для ручки, как же нам закрепить теперь ручку к этой заготовочке. сейчас я вам покажу. и так мы берем, чуть-чуть вытру, и так мы берем с вами газетку, вот такая вот, одна шестая часть листа газеты, берем спицу на уголочек немножечко, и вот так вот начинаем сворачивать нашу газетку в трубочку. Свернули, хорошенечко притянули ее, и вот этот краешек закрепили клеем ПВА. все, ваша трубочка готова. Теперь нам остается всего лишь ее вынять со спицы. Таких трубочек, как минимум, нам понадобится 3-4 штучки, так как они уже у меня готовы, я вам покажу, что же мы делаем дальше. Мы берем нашу заготовочку, и вот так вот насквозь прокалываем спицей, делая дырочки. Проделали дырочку, протягиваем ее насквозь, делая побольше дырочку. Затем, вот так, как я сделала уже здесь, мы берем нашу палочку и продеваем нашу дырочку, сделанную. Вот, видите? Так, чтобы кончик остался здесь, и здесь тоже он прошел насквозь. Затем этот кончик мы вот так вот загинаем. Чуть-чуть продеваем побольше. Загнули. Теперь клеевым пистолетиком наносим клей на вот этот кончик и загибаем. Потом прижимаем к столу и нашей спицей изнутри вот так вот прижимаем. Прижимаем изнутри для того, чтобы зафиксировать наш краешек. Вот так вот, видите? Прижали, зафиксировали, выровняли донышко вот так вот. потому что оно может и деформироваться. Ничего страшного по пьемаше. Это очень хороший, плотный материал. И вот так вот, видите, я четыре, четыре вот таких вот палочки зафиксировала для того, чтобы нам удерживать, прицепить ручку, прикрепить к основе, к самому шару. Теперь мы вот эту заготовочку нашу одеваем, продеваем наши палочки вовнутрь. Определяете, определяете, на какую длину вы хотите оставить эту ручку и начинаете изнутри уже прикреплять, прикреплять, закреплять наши палочки изнутри. вот так вот одна. Сейчас я вам покажу, что это будет получаться потом. Вторая. видите, она уже держится, уже держится. Мы прикрепили только две, как видите, к бокам. Затем крепим, вы сразу смотрите, где должна пойти у вас следующая палочка. Видите? Вот. Немножечко сдвигаете, наносите клей и приклеиваете, придерживая пальчиком. Вот так вот. Придержали. Ну и еще осталась у нас одна палочка. наносим клей и опять прижимаем пальчиком. Вот так вот. Вот, как видите, у нас уже ручка очень хорошо прицеплена к вот этому шару нашему, на который потом будут наши цветы. Итак, как вы видите, у меня осталось немножечко пространства между ручкой и между ручкой и основой. Значит, мы опять же берем и просто-напросто обклеиваем вот так вот, наносим клей, да, ПВА или точно так же, как вы делали по пьемаше, мы заклеиваем опять же таки вот тут, еще фиксируя больше нашу ручку с основой. Вот так вот. И вот так заворачиваем все и заклеиваем. В основном мы используем здесь клей ПВА. Вот так вот. если вы хотите поплотнее сделать, конечно же, вы наносите побольше для того, чтобы уже быть уверенным, что у вас оно ничего не развалится, ничего не отвалится. Вот, как видите, практически все заделали мы с вами. И вот такая вот у нас основа получилась для букета. Конечно же, потом оно все высохнет, это все еще живое, все еще оно движется, когда оно высыхает, оно получается все единое, целое. Ну, вот такая вот заготовочка у нас с вами получилась. Вы поправляете то, что у вас тут что-то не так, вот видите, все это приклеивается, все это заклеивается, и оно получается очень все красиво. Итак, вот такая вот заготовочка у нас с вами получилась. Конечно же, в такой короткий срок я не могу, тут вы уже потом себе поправляете, подправляете, вот это вот все мы, конечно же, обрезаем то, что у нас ненужное, вот, которое оно у нас потом будет заклеиваться все ленточками, вот, бантиками, цветочками, но она очень легенькая, вот, и очень хорошо будет у нас смотреться. Точно таким же образом вы можете сделать вот такую вот основу из ниток, но уже у меня времени просто не остается, чтобы вам показать, так как я заготовила, видите, вот у нас на таком же шарике вы обматываете это все ниточками, вот, затем точно так же вы опускаете в раствор желатина, чтобы ваши ниточки хорошо пропитались этим раствором, и точно так же вот подвешиваете сушиться на воздух, и вот такая вот заготовка у вас получается, тут еще легче продвинуть видите наши палочки, так как дырочки у нас уже готовы, зафиксировать, ну, и вот такая заготовочка тоже у вас может получиться вы можете одеть точно такую же ручку еще одна заготовочка ну, это уже на ваш как говорится вкус выбирайте какой способ вам удобнее какой более приемлем и дерзайте и у вас все обязательно получится с вами была Лилия Гарапаха до новых встреч всего вам доброго